И вновь возвращаемся в Ледовый дворец Чебоксары-Арена. Там состоялось торжественное открытие Кубка Мира по женской борьбе и встречи третьей сессии. За событиями следят Ольга Пырочкина и Андрей Спиридонов. Коллеги, вам слово. Галина, добрый вечер, добрый вечер, уважаемые телезрители. Мы находимся в Ледовом дворце Чебоксары-Арена. Хотя, на мой взгляд, его пора переименовывать во дворец всех видов спорта. Буквально в начале ноября здесь проходили баскетбольные матчи чемпионата России. Тогда с помощью специальной технологии, не растапливая льда, здесь постелили специальный паркет. Ну а теперь ковер. Кубок Мира по вольной борьбе среди женщин в Чебоксарах проходит впервые. В Сталису Чувашии приехали самые сильные команды мира. Это Россия, Украина, Япония, Китай, Монголия, США, Азербайджан и Швеция. Всего 8 команд. Победители будут определять только в командном зачете. И как уже говорили сегодня мои коллеги, все команды разделили на две подгруппы А и Б. Россиянки в группе А, и они борются с США, Японией и Швецией. Предварительные встречи – это когда в каждой подгруппе определяются сильнейшие команды, а идут уже сегодня с утра. В 17 часов предварительные поединки приостановили для того, чтобы провести торжественную церемонию открытия Кубка Мира по вольной борьбе среди женщин. Глава Чувашии поблагодарил организаторов, спортсменов и зрителей за этот праздник спорта в Чебоксарах. Мне очень нравится этот город Чебоксары, потому что здесь сердце женской борьбы, здесь основа. Здесь та самая школа, которая дает чемпиону нашей российской команде. Вот хотел бы образно выразиться. Есть неделя женской моды в Париже, Николай Васильевич, а есть неделя женской борьбы в Чебоксарах. И сейчас схватки продолжаются и команды, которые наберут наибольшее количество баллов в своей подгруппе. Вот мы слышим поддержку зрителей. Они уже завтра в финале будут сражаться за первую и вторую ступень пьедестала почета. Остальные команды уже в зависимости от баллов за места с третьего по восьмое. И призовой фонд турнира составляет более трех миллионов рублей.